Сегодня в виртуалите. Правда ли, что компьютерные игры способствуют росту насилия? Какие проекты не любят журналисты, пишущие об играх? Как отыскать пиратские сокровища в виртуальном мире и при этом остаться в живых? Это и многое другое смотрите прямо сейчас в виртуалите. Привет! В эфире в виртуалите. Полчаса обо всем самом новом, интересном и необычном из мира видеоигр и компьютерных развлечений. После череды разнообразных слухов создатели фильма «Принц Персии. Пески времени», в основе которого лежит серия игр «Принцов Персия», наконец-то определились с исполнителем главной роли. «Принца Дастона» сыграет Джейк Гилленхалл. Наверняка вы помните его «Покорбатой горе». Действие фильма разворачивается в Персии в VI веке. «Дастон» и его спутница Тамина должны спасти могущественные пески времени от коварного вельможи, который хочет использовать их, чтобы достичь мирового господства. Подаренный самими богами песок поможет поворачивать время вспять, поэтому тот, кто им владеет, вполне способен проводить человечество. Поклонники игры смогут оценить старания кинематографистов по экранизации популярной игры летом следующего года. Далее о других новостях виртуального мира. Революцию в цифровой вселенной готовят разработчики игры «Баттлфордж». Они собираются скрестить такие жанры, как стратегия и онлайновая РПГ. Вначале игрок должен собирать армию при помощи случайного набора магических заклинаний. Заклинания можно комбинировать или даже обменивать на другие через интернет. Затем армия выйдет на поле сражения. Но победа будет зависеть не только от мастерства играющего. Не последнюю роль сыграет набор подобранных заклинаний, использованных при создании армии. Можно будет создавать целые гильдии из геймеров, тем самым объединяя сразу несколько армий. Сыграть в «Баттлфордж» можно будет осенью этого года. Трепещите, фанаты Вархаммера! В следующем году увидит свет стратегия «Вархаммер 40 тысяч» «Дон оф Вор 2». По сути, игра станет ремейком «Дон оф Вор», однако графика будет подтянута до небесных высот, а модная нынче физика привнесет в бои тотальную разрушаемость. Анимация станет еще зрелищей. Разлетающиеся куски мяса будут именно кусками мяса, а не кубиками из пары полигонов. И самое вкусное, противник будет реагировать на экипировку ваших солдат. Так что будьте готовы к тому, что плохо вооруженных солдат могут попросту засмеять. Из подтвержденных рас пока точно известно о космодесанте и орках. Но мы-то знаем, что это только начало. Сколько демократию не спасай, а угроза всегда найдется. Эту истину подтверждает шутер Battlefield Bad Company, предлагающий отправиться в очередную горячую точку и наказать очередного диктатора. К счастью, наши солдаты обладают чувством юмора и с изрядной иронией относятся к происходящему. А происходит то же, что и во всех прочих играх Battlefield. На огромном поле боя сходятся десятки людей и видов техники, вокруг только взрывы и пулеметные очереди. Bad Company привнесет в эту картину тотальную разрушаемость и фотографически реалистичное изображение войны. Дата выхода пока не определена, но ожидается в этом году. Какие из этих игр придутся по душе геймерам, а какие нет, станет известно позже. После выхода проекта в свет. А вот какие игры уже пришлись не по вкусу и почему, узнаем прямо сейчас из нашей постоянной рубрики «Геймеры против игр». Сегодня обзор полетов устраивают наши коллеги, журналисты из печатных и онлайн-изданий. Игра Тургер всем хороша, кроме того, что она запредельно странная. Тургер вводит тебя из равновесия практически сразу, когда ты выясняешь, что в игре нет интерфейса. Вместо интерфейса ты пользуешься мышкой, да, но ты должен этой мышкой зачерпывать разноцветную жидкость из определенных слотов и чертить в пространстве символы. В Тургер нет никакой динамики. В принципе, Тургер можно запустить как скринсейвер и смотреть на него. Он будет действовать на тебя точно так же. В результате Тургер действует для тебя как гипнотизер. Он щелкает тебя над ухом, ты пытаешься сначала поменять, что он тебе пытается сказать, что ты пытаешься донести. Потом просто привыкаешь к ритму и в итоге проводишь за компьютером не час-два, как планировал, а пять-шесть. Все мы знаем, что такое игры по фильму. То есть, когда выходит фильм, тут же к нему делается игра, которая, как правило, не отличается высоким качеством. Не отличается высоким качеством и Iron Man, который вышел аккурат к премьере фильма. Возможно, разработчики живут в какой-то другой реальности или отстали так конкретно во времени. Но графика уровня PlayStation 2, причем где-то годов 2001-2002, это как-то не солидно выглядит сейчас, в 2008 году. Iron Manу все это не нужно. Размытые текстуры, угловатые модели всего буквально, начиная от техники и заканчивая персонажами, это вот то, что мы увидим в игре, если рискнем в нее поиграть, конечно. В общем-то, если вам понравился фильм, то играть в эту игру мы вам не советуем. Если вам не понравился фильм, играть все равно не советуем. В общем, в любом случае, обходите стороной замечательную для любителей провальных игр поделку. Я хочу рассказать об игре Halo 2 и 3. Уж объединю их в одну, потому что на самом деле для меня эти две части вот никак друг между другом не различаются. Мне они не нравятся тем, что они настолько низко пали после первой части, что это просто, ну, уму непостижимо. Вторая отличается тем, что абсолютно криво портирована на PC, то есть просто там вырезали все, что можно, головы получаются квадратными, лица совершенно, без всяких черт каких-либо присущих обычным нормальным фотомоделям и игровым. Природа просто не выдерживает никакой критики. Да и вообще, а голос той же самой картаны, главного компьютера, который встроен в шлем самого мастер-чифа, зашкаливает, он хрипит, как будто это не какая-нибудь там модельной внешности девушка, а 40-летняя какая-то баба. Ну, а в третьей части она тоже ничем не радует, потому что она не отличается от второй, ну, почти ничем там, ну, совсем недалеко ушла. Даже несмотря на то, что она X-буксовская, ей написи пока не портированы. Нет этих межзвездных путешествий, то есть нет их красоты, это плохо. И нет красоты вот тех пейзажей, ради которых стоит гулять по этому искусственно созданному миру. И этот сам мастер-чиф, наконец-то, в конце концов, хочется увидеть его лицо уже, но так и не показывать. Далее в виртуалите. Мы продолжаем знакомить вас с самым новым и необычным из мира компьютерных развлечений. В конце мая в Париже во второй раз прошел Юбидейс, на котором компания Юбисофт показывала журналистам со всего света, какие игры она готовит для геймеров. Наша съемочная группа побывала в подземельях Лувра, где и проходила мероприятие. И в ближайших выпусках не пропустите специальные репортажи из Франции с подробным рассказом о новых проектах. А пока о других новостях игрового мира. Закончился бета-тест Ну, в какой еще игре вы можете обратить неприятеля, скажем, в свиноподобную тварь. А здесь это можно, и более того, совершенно бесплатно. R2 Online не требует абонентской платы. Гонщики всего мира ликуют. Наконец-то вышла гоночная аркада Trackmania United Forever. И пусть все управление автомобилем занимает целых четыре кнопки, профессионалов это не пугает. Главное соревновательный дух и водительское братство. Ведь игра задумывалась как популярная кибердисциплина. На замену таким гигантам жанра, как Counter-Strike или Warcraft 3. Турниры по всему миру уже начались, так что у российских игроков появился шанс влиться во всемирное сообщество трек-маньяк. Вышло в свет адвенчура закон и порядок, преступный умысел. Игроку предстоит расследовать четыре жестких и запутанных убийства. Придется призвать на помощь всю логику комиссара Коломбо и невозмутимость Эркюля Пуаро, чтобы просто найти все необходимые улики. Осмотр места преступления, допрос свидетелей и даже составление фоторобота-убийцы займут немало часов реального времени. А насколько вы окажетесь достойными лавров Шерлока Холмса, покажет финал игры. Главное помните, убийца — шофер. Берегись, геймер. Гигантские роботы впали в боевую ярость. Вышел экшен Battle Rage. Согласно сюжету, когда-то давным-давно человек создал огромные боевые машины, которые должны были заменить солдат на полях сражений. Но роботы воевали столь успешно, что вскоре от самой человеческой цивилизации остались одни руины. Вот только машины, созданные для разрушения, этого даже не заметили. В роли одного из уцелевших роботов игрок сразится с остатками машинных армий, а заодно притопчет последние ростки расы людей. Пусть знают, что такое боевая ярость. Все, кто когда-то весело расстреливал насекомоподобных акридов, могут радоваться. Вышло дополнение к игре Lost Planet Colonies Edition. Порадуются и те, кто плакал, убивая несчастных созданий ради толики тепла и свежей тушки. Ведь в аддоне можно будет поиграть за самих акридов. Ну а кроме того, геймеров ждет 4 новые карты, новые игровые персонажи и, конечно, новая история о заснеженной планете EDM-3. Хотя принцип выстрели в акрида, пока он теплый и шевелится, не изменился. Еще одна новинка. Остров сокровищ. Полностью трехмерная приключенческая игра, созданная по мотивам романа Роберта Льюиса Стивенсона. Как утверждают разработчики, все события, персонажи и места максимально приближены к книжным. Подробности далее. Остров сокровищ. Но кто не читал в детстве роман Стивенсона «Остров сокровищ?» Кому не хотелось отправиться вместе со шхуной Испаньола за пиратскими богатствами, добытыми грабежами и убийствами? Теперь такая возможность есть. Скажем спасибо адвенчуре «Остров сокровищ» в поисках пиратского клада. Тем, кто по каким-либо причинам до сих пор не знаком с сюжетом данного произведения, коротенько о нем расскажем. Главный герой игры «Остров сокровищ» — это юный Джим Хокинс. На момент начала игры ему всего лишь 17 лет, и он в одиночку содержит фамильную таверну «Адмирал Бенбоу». Он мечтает выбраться из этого захолустья в большой город и начать новую жизнь. Вот только не знает Джим, что очень скоро все изменится, и далеко не так, как он бы этого хотел. А начинается все с неожиданного появления некого Билли Бонса, бывшего пирата. Однажды в таверне появляется просоленный, испещренный шрамами старый моряк. И он рассказывает Джиму Хокинсу о легендарном «Острове сокровищ», на котором, по слухам, скрыты несметные богатства пиратского капитана Флинта. С этого момента и начинается игра. Итак, Джим отправляется в город Бристоль снаряжать корабль в рейс за сокровищами. А пираты отправляются вслед за Джимом, предвкушая скорую расправу и захват клада. Игра представляет из себя полностью трехмерное приключение, созданное с тщательным вниманием к первоисточнику. Роману Стивенсона «Острове сокровища». Трехмерность, помимо эстетической красоты, несет еще и практическую пользу. Например, любой предмет, который мы можем взять в руки, мы можем повертеть, осмотреть с разных сторон, и это влияет на игровой процесс и на решение головоломок. Адвенчура населена огромным количеством персонажей, большинство из которых присутствовало и в книге. Персонажи, которых нам дается встретить на своем пути, живут по своему собственному распорядку дня. Нечто подобное мы могли видеть в готике. Причем это зависит от времени суток, от погодных условий, которые динамически меняются. Ночью, что удивительно, все персонажи ложатся спать. Так что, например, для какого-то важного разговора придется подождать утра. С другой стороны, ночь, самое время разнюхать, что затевают пираты. Вообще, именно проработке действующих лиц было уделено максимальное внимание разработчикам. Поэтому морской волк будет выглядеть действительно как морской волк, а не как буратино деревянный. Происходящую на экране драму будет подчеркивать и саундтрек, записанный настоящим симфоническим оркестром. Поскольку всю игру нам придется иметь дело с кровожадными головорезами, то и музыка будет такой, что нагонит страху даже на мертвеца. А уж если вы вздумаете прогуляться по острову ночью, то заранее приготовьте памперсы. Игра выйдет летом, и хотя будет повторять сюжет книги в мельчайших деталях, тем не менее расскажет и о том, что в роман не вошло. Так вы узнаете, что случилось со многими второстепенными героями. А вернее, теми немногими, кто остался в живых. Поиграть в игру стоит для того, чтобы еще раз посетить мир, созданный Стивенсом, встретиться с персонажами, увидеть знакомые места и ощутить в себя частью действительно интересной, захватывающей истории. Далее в виртуалите. В какие игры можно поиграть на нектарном сайте? Почему виртуальная любовь опасна для здоровья? Правда ли, что компьютерные игры способствуют росту насилия? Это в виртуалити, мы вернулись. Ну а сейчас самое время узнать, какие любопытные сайты нашли наши редакторы во всемирной паутине. О шутере Хейз мы уже неоднократно рассказывали в программе. Но вот о том, как сделан официальный сайт игры, как-то умолчали. А зря. В очень динамичном стиле авторы сайта рассказывают о сюжете и дают поиграть в несколько мини-игр, заранее знакомые посетители с атмосферой Хейз. Полюбовавшись на это дело, так и хочется взять в руки автомат и с истеричным воплем «мне нужно больше нектара» расстреливать несчастных повстанцев. Оказывается, не все сайты знакомств одинаково полезны. К такому выводу пришли американские психологи на основе исследований нескольких сотен пациентов. Чаще всего люди создают себе такой образ собеседника, который, мягко говоря, не соответствует действительности. Кроме того, люди в жизни необщительной очень часто впадают в зависимость от интернет-общения и оказываются не готовы к реальным отношениям. Что же делать молодым людям? Как это не банально звучит, надо чаще встречаться. Вы обожаете аниме, но совсем не умеете рисовать. На помощь придет drawmango.ru Сайт в очень простой и доступной форме рассказывает, как научиться рисовать специфических человечков с огромными глазами и оранжевыми волосами. Но даже если вы и не поклонник аниме, и у вас над кроватью не висят постеры Евангелиона, то почему бы вам просто не научиться творить? Исследователь Патрик Киркегор недавно заявил, что жестокие игры не способствуют увеличению числа преступлений. Он отмечает, что если бы все прошлые заявления специалистов оказались верными, то сейчас, когда игры продаются многомиллионными тиражами, в мире была бы настоящая эпидемия насилия. О пользе компьютерных игр в нашей следующей рубрике. Седьмую строчку нашего хит-парада фактов о пользе игр занимают данные Ливерпульского университета Джона Мура. В исследовании, проведенного учеными университета, участвовали пять девочек и семь мальчиков возрасте от 13 до 15 лет. Во время спортивных игр на консоли Nintendo Wii потребление энергии подростками возрастало на 156%, после чего ученые сделали вывод, что Nintendo Wii, заставляющий игроков активно двигаться для управления действиями в играх, может помочь людям скинуть до 12 с лишним килограммов за год. Строчкой выше – случай, произошедший в Норвегии. Во время прогулки по лесу на 12-летнего подростка Ханса Ольсена неожиданно напал лось. Зверь боднул его в спину. К счастью, удар смягчил школьный ранец, поэтому Ханс остался невредимым. Упав на землю, мальчик вспомнил прием «Симуляция смерти» из любимой игры World of Warcraft и притворился мертвым. Потоптавшись какое-то время рядом с недвижным телом, лось покинул поле бод. Ученые из университета Рочестера доказали, что у людей, которые проводят за компьютерными играми жанра экшн несколько часов каждый день, улучшается зрение. После предварительного теста зрения участники исследования были разделены на две группы. Первая играла в Unreal Tournament каждый день по одному часу, а вторая — такое же количество времени в Тетрис. Через месяц обе группы снова прошли тест на зрение. Те, кто играли в Тетрис, не улучшили своих показателей, а группа, которая играла в Unreal Tournament, справлялась с тестом в среднем на 20% лучше. В ходе еще одних экспериментов выяснилось, что люди, страдающие патологическим страхом перед пауками и клаустрофобией, боязнью замкнутого пространства, могут избавиться от своих страхов с помощью компьютерных игр. Во время эксперимента ненавидящие пауков играли в Half-Life, где им противостояли полчища этих созданий, а больные клаустрофобией в игру Unreal Tournament, где персонажу приходилось вести сражения в тесных лабиринтах разрушенного войной мегаполиса. После сеанса состояние больных значительно улучшилось. Третью строчку полезных свойств электронных развлечений занимают данные канадского ученого Дианы Громалы. Она доказала, что видеоигры являются обезболивающим средством и не уступают по эффективности традиционным препаратам. В исследовании участвовала группа добровольцев, страдающих различными хроническими заболеваниями. Части из них врачи предложили отказаться от использования привычных средств обезболивания, заменив их на виртуальные развлечения. Остальные же испытуемые продолжили традиционный курс лечения. Результаты оказались поистине удивительными. Пациенты, снимавшие боль посредством электронных развлечений, чувствовали себя лучше тех, кто принимал лекарственные препараты. Ученые Национального института семьи при Государственном университете Айовы в США изучали влияние компьютерных игр на профессиональную деятельность хирургов. В исследовании принимало участие 33 врача. В итоге выяснилось, что те доктора, которые посвящают по крайней мере три часа в неделю видеоиграм, совершают на 37% меньше ошибок и выполняют задания на 27% быстрее, чем те, кто вообще не играет. И, наконец, на первом месте результаты исследований, опровергающего утверждение, что агрессивные игры делают подростков жестокими. Ученые из университета Лайола в Чикаго опубликовали исследование поведения геймеров. Их результаты резко расходятся с мнением, что жестокие компьютерные игры — это непременно зло. Напротив, игры помогают выстроить отношения в обычной жизни и учат эффективной командной работе. Жестокие компьютерные игры разряжают психическую энергию подростков, которую они копят в обычной жизни. На сегодня это все. Не пропустите следующий выпуск Виртуалити, и вы узнаете всю правду о легендарном Думе. Познакомитесь с последними достижениями робототехники и увидите эксклюзивное интервью с создателями игры Lord of the Rings Online. Увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok